Всем привет, ребята! На связи Богдан Чагин, ваш препод по химии. И в этом уроке я разберу все типы задания 33 для ЕГЭ по химии. Конкретно под всеми типами я воспринимаю два типа. Это тип на процентное содержание атомов, то есть нам дается какая-то массовая доля элементов в веществе органическом, либо задание на продукты сгорания органического вещества, где нам известна масса или объем этих самых продуктов сгорания, которые получаются путем сгорания органического вещества. Короче говоря, дам вам подробный алгоритм решения каждого из типов, плюс разберемся, как зарабатываются три из трех первичных баллов конкретно в этом номере 33. Итак, давайте разберем первый тип. Это процентное соотношение атомов. И давайте прочитаем условия задания. Вещество А содержит 45,93% углерода, 2,39 водорода, 51,68% серебра по массе. Известно, что вещество А образуется при взаимодействии углеводорода В с избытком гидроксидиамин серебра. На основании данных условия задания проведите необходимые вычисления, указывайте единицы измерения и обозначения искомых физических величин и установите молекулярную формулу вещества А. Этот пункт дает нам уже один балл, если мы его оформим. Составьте возможную структурную формулу вещества А, которая однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле. За этот пункт, если мы его отразим, мы получим второй балл. И третий балл мы получим, если напишем уравнение гидротации углеводорода В, используя структурную формулу органического вещества. Значит, здесь нужно обратить внимание на что? На то, что любая третья задача делится на две составляющие. Первая составляющая это математическая, то есть нам как раз даются массовые доли элементов в органическом веществе. И второе это химическая составляющая, рассказывают про какое-то свойство данного вещества. Давайте перейдем непосредственно к алгоритму. И первым пунктом будет то, что нам нужно будет взять и рассчитать массу наших атомов в веществе относительно 100 граммов этого вещества. То есть нам даются массовые доли, мы их с вами используем. То есть как мы будем их с вами пользовать? Сейчас подготовлю себе маркер. Все, теперь он готов. Я пишу, пусть масса нашего вещества равна 100 граммам. Зачем я так пишу? Потому что, зная, сколько конкретно нашего вещества, мы можем найти массу атома в этом веществе и, соответственно, исходя из него, найти индексы в молекулярной формуле. Поскольку нам не дается конкретная масса вещества, достаточно сложно проводить эти расчеты. А идеальным расчетом в данном случае будет как раз взять какое-то рандомное количество, мы возьмем 100 граммов, и уже относительно этого мы будем искать соотношение атомов в веществе. Смотрите, у нас 100 граммов вещества. Тогда, по логике, если углерода у нас 45 с лишним процентов, то массовая доля углерода – это масса вещества, умноженная на массовую долю углерода. И вот давайте представим, я беру 100 граммов, умножая на массовую долю, массовая доля у нас в долях, обычно считается, значит, 45,39. Значит, если я 45,93, все, теперь точно верно переписал. И у нас получается 45,93 грамма. То есть, обратите внимание, когда я беру 100 граммов вещества, наши проценты чудесным образом превращаются в граммы. И аналогично, мы можем так и написать, аналогично, масса водорода равна 5, сколько там? Не 5, 2,39. У меня постоянного условия нет. Под рукой приходится догадываться. 2,39. И масса серебра, тут я уже догадываться не буду, давайте я сразу посмотрю. 51,68. Значит, это у нас 51,68 граммов. То есть, первым пунктом мы просто наши проценты превращаем в граммы. Такой строчкой мы говорим, пусть масса вещества столько-то. И тогда масса углерода показываем, как считается. Вот в целом даже не обязательно прям показывать. В любом случае можно сразу сказать, что масса углерода это 100 умножить на массовую долю и получить это все. Для остальных просто записать аналогично и просто переписать эти граммы. Опять же, заверено экспертами ЕГЭ, плюс сам проходил курс эксперты ЕГЭ, поэтому точно знаю, что данную форму записи точно примут. Теперь мы можем найти количество атомов в искомом веществе. То есть, зная массу углерода, водорода, серебра, я могу найти количество углерода, водорода, серебра. То есть, я пишу количество углерода, количество водорода, количество серебра. Что это такое? Как найти количество атомов? Количество атомов это масса атомов на малярную массу этого самого атома. И аналогично у водорода записали. Вот здесь уже конкретно показываем формулы, по которым считаем, чтобы точно эксперт понимал, что вы понимаете логику решения задания и точно не теряете бал за расчеты. Значит, здесь подставляю все нужные значения. Так, не буду гадать, просто перепишу. Значит, 45,93 делю на 12. Дальше получается у нас 2,39 делю на 1. И 51,68 на 108. Значит, вот это все внизу малярной массы атомов. Обратите внимание, непростых веществ из разряда. Почему малярная масса водорода у нас не 2, а 1? Потому что это малярная масса атома, а не простого вещества двухатомного водорода. Значит, давайте искать количество вещества 45,93 на 12. Получается 3,8275 десятитысячных. Смотрите, если вы получаете какие-то вот такие вот 4 цифры после запятой, вообще не стесняйтесь, так их переписывайте. Значит, дальше у нас 2,39 моль. Здесь указываем единицу измерения, что конкретно мы с вами нашли. И 51,68 на 108. Получается тут, ну, тут уже придется поокруглять. Давайте вот возьму 4 знака после запятой. 4785 десятитысячных моль. Все супер. Значит, мы нашли количество атомов в искомом веществе. То есть, у нас вот в 100 граммах вот этого вещества столько моль углерода, столько водорода, столько серебра. Дальше что мы с вами делаем? Мы используем эти моли и строим соотношение. Соотношение атомов. Что значит соотношение? Поскольку у нас вне зависимости от того 100 граммов, 100 килограммов, тонну вещества мы возьмем, сколько мы бы с вами не взяли вещества, у нас все равно формула молекулярная у вещества будет одна и та же. То есть, именно индексы при углероде, водороде, серебре не зависят от того, сколько вещества мы взяли. Поэтому я могу перевести мольное соотношение между атомами в веществе в целых числах. Перевести его в целые числа. Значит, у нас получается 38275,8275,010, плюс 2,39, плюс получается еще 0,4785,010. Язык заплетается такие числа говорить. Что мы делаем дальше? Как перевести из некрасивых индексов это в красивое? Потому что по факту вот эти моли это и есть индексы в нашей формуле молекулярные вещества. Но мы с вами такие индексы не используем. Выглядят как небольшой кринж, немножечко некрасиво вот так вот писать. Поэтому мы с вами из вот таких вот дробных индексов сейчас получим целые индексы. Как мы это делаем? В первую очередь совет от любого математика. Каждое из трех чисел поделите на самое маленькое из них. Самое маленькое здесь это 4785,010. По тому, как я сейчас произнес это число, маленьким оно, конечно, не кажется. Значит, 38275, 4785. У нас получается вот такое число. Посмотрите, его можно практически округлить до 8. В таких случаях не стесняемся это делать. Дальше 2,39 на 4785. Получается 499 практически 5. И вот это число само на себя поделить и здесь получится 1. Все хорошо. Тогда у нас молекулярная формула. Значит, молекулярная формула С8. Сейчас напишу С8, H5, аргентум. Все великолепно. Вот мы с вами, по сути, в трех этих пунктах привели все нужные нам расчеты. Все. Нашли соотношение. Соотношение из красивых целых индексов и просто записали его в молекулярную формулу. То есть 8 будет индексу углерода, 5 у водорода, 1 у серебра. Все. Вот мы получили молекулярную формулу. Один балл мы за это получили. Дальше. Чтобы составить структурную формулу и уравнение реакции, нам нужно посмотреть на условия задания. Смотрите. Известно, что вещество А, которое наше С8, H5, аргентум, образуется при взаимодействии углеводорода В с избытком гидроксида диамин серебра. Значит, какой-то углеводород В взаимодействовал с гидроксидом диамин серебра. Что такое гидроксид диамин серебра? Это реактив Толлинса, это аммиачный раствор оксида серебра. А как мы знаем, углеводороды, с которыми вступает наш гидроксид диамин серебра в реакцию, это алкины. Соответственно, скорее всего, здесь есть какая-то тройная связь, в которой заменили один водород на аргентум. Попробуем составить структурную формулу, понимая это. Значит, здесь мы не пишем каких-то больших опусов, каких-то абзацев нашего сочинения, мы просто показываем, какая у нас структурная формула. Значит, смотрите, вот здесь молекулярную формулу я написал. Это вот как раз был четвертый пункт. Записываем молекулярную формулу, получили один балл. Вот, я просто не дошел до этого пункта. Давайте сразу перейдем к следующему. Опираясь на условия задания и молекулярную формулу, записываем структурную формулу. Здесь никому ничего не объясняем, то есть сразу в чистовике можно написать структурную формулу, если вы в ней уверены. Если она реально правильная, то вы получите за это балл. Именно объяснять, почему вы выбрали именно такую молекулярную формулу, именно такую структурную формулу, прошу прощения, нам не нужно. Значит, смотрите, как я уже предположил, наш углеводород, значит, углеводород B, это алкин. Обычно в алкинах какая ситуация происходит? Вот у нас есть какой-нибудь вот такой вот терминальный алкин, где тройная связь в конце. Мы взаимодействуем, ну, точнее, гидроксидемин серебра сам взаимодействует с нашим алкином. У нас происходит замещение водорода на вот это серебро. То есть какой вывод можно сделать? Если вещество А это С8Н5, то углеводород B это как вот это вещество А, только вместо серебра у нас водород. Ну, то есть мы назад возвращаемся к этой тройной связи. То есть я делаю вывод, что наше вещество B имеет молекулярную формулу С8Н6. Вот, вот это все переписывать именно в чистовик не надо, это, опять же, для наших с вами размышлений. Вот, поэтому давайте разберемся. Значит, что это за С8Н6 может быть? Ну, допустим, вот у нас есть вот такая вот тройная связь. Мы, получается, использовали два углерода. Было 8, стало 6. Использовали один водород для формулы. Было 6, стало 5. И, опа, я здесь вижу бензольное кольцо. Я могу предположить, что это вот такой ароматический углеводород, но в котором просто тройная связь в конце цепи. Ага, значит, нам нужно было, обратите внимание, написать структурную формулу вещества А, поэтому я не забываю про это. И все-таки здесь пишу именно уже вот это замещенное соединение серебра. И вот просто тем, что я написал вот эту вот структурную формулу, я получаю еще один балл. Великолепно. Тогда давайте определимся с тем, что требуется в третьем пункте. Нам нужно написать уравнение гидротации углеводорода В. Обратите внимание, нам нужно написать не какую-то вот эту вот реакцию с аммиачным раствором оксида серебра, здесь у Аж забыл, с аммиачным раствором оксида серебра, а конкретно гидротацию углеводорода В. То есть не всегда нужно в третьем пункте написать уравнение, о котором идет речь в самом условии, вот в первоначальном тексте. Нет, нам сказали, вот возьмите вот этот углеводород В и вообще прогидротируйте его. Ну то есть это такой вот вопросик на внимательность. Значит здесь давайте напишем уравнение гидротации. Уравнение гидротации, значит по сути гидротироваться будет как алкин. Данная реакция является реакцией Кучерова. Гидротация алкинов с образованием карбонильных соединений. Вот и тут согласно правилам Марковникова, водород к более гидрогенизированному, кислород к менее гидрогенизированному, грубо говоря, водороду к браткам, остальное не к браткам. Вот как-то так. И за этот пункт мы получили третий балл. То есть обратите внимание на то, что в тридцать третьем задании нам самое главное это провести расчеты. То есть провести расчеты, дойти до молекулярной формулы, вот дойти до этой самой молекулярной формулы, получить балл. И дальше мы уже не объясняем, как мы получили структурную формулу, как мы написали уравнение реакции. Главное, чтобы это все было верно по условию задания. И что ж, переходим к следующему, к следующему типу задания 33. Итак, следующий тип задания на продукты сгорания органики. Обратим внимание на то, что дано в условии задания. При сгорании органического вещества А массой 3,4 грамма получено 4,48 литров при нормальных условиях углекислого газа, СО2, и 1,8 граммов воды. Известно, что вещество А вступает в реакцию с раствором гидроксида лития при нагревании, в результате чего образуется предельный одноатомный спирт и соль, кислотный остаток которой содержит 7 атомов углерода. На основании условия задания необходимы вычисления молекулярная формула, структурная формула, уравнение реакции. Практически все то же самое, только меняется математическая часть этого задания. И здесь, на самом деле, чуть-чуть алгоритм побольше для этого решения, но в любом случае он не такой сложный. Первое, что нам нужно с вами сделать, это обратить внимание на какой момент. Когда наше вещество сгорает, ну вот допустим, оно содержит углерод, водород, кислород, когда наше вещество горит в кислороде, нам говорят, что у нас получается СО2 и H2O. Здесь, смотрите, суть задачи в том, что мы находим количество углерода и количество водорода, ну вот по сути, как мы это делали в предыдущем типе, через эти самые продукты сгорания. Как? Весь углерод, весь углерод из органики перешел в углекислый газ. Знаю, сколько углерода в углекислом газе, знаю, сколько в органике. Весь водород из органики перешел в воду, знаю, сколько атомов водорода в воде, знаю, сколько было в органике. Что касается кислорода, поскольку кислород может быть как в веществе, так и извне, когда он горит, Соответственно, здесь мы уже будем косвенным способом получать, ну, точнее, искать эти самые атомы кислорода, их количество. Поэтому, что нам нужно сделать в первую очередь, это найти количество продуктов сгорания. То есть, найдем количество углекислого газа. Нам дан объем углекислого газа, поэтому я объем делю на малярный объем. Малярный объем любого газа 22,4 литра на моль. Значит, давайте вспомним, что там в условии. 4,48. Значит, 4,48 на 22,4 получается 0,2 моль. Найду количество воды. Значит, количество H2O нам была дана масса воды. Значит, я массу воды делю на малярную массу воды. Значит, здесь расчет малярной массы каких-то сложных веществ я не показываю, не прописываю. То есть, просто записываю его таким, как он есть. Все. Значит, что касается массы, то по условию она равна 1,8. Значит, 1,8 на 18 это 1,1 моль. Все. Мы нашли количество продуктов сгорания. Теперь мы можем найти количество атомов в веществе. Значит, как мы это будем делать? Смотрите. Я советую своим ученикам писать вот такое вот маленькое уравнение расщепления. Ну, то есть, что оно из себя представляет? Мы просто напишем, сколько у нас атомов и атомов чего в этом соединении. То есть, 1 углекислый газ это 1 атом углерода и 2 атома кислорода. На 1 углекислый газ приходится 1 атом углерода. Значит, на 1,1, на 2,2, на 0,2, 0,2. Значит, количество углерода равно количеству углекислого газа 0,2 моль. Аналогично с водородом. Провернем такую движуху. Значит, молекула воды. Это 2 атома водорода и 1 атом кислорода. В одной молекуле 2 атома. То есть, всегда количество водорода в 2 раза больше, чем количество воды. В одной молекуле 2 атома. Тогда в 5 молекулах 10 атомов. В 100 молекулах 200 атомов. Тогда в 1 десятой будет 2 десятые. Значит, я так и напишу. Количество водорода в 2 раза больше, чем количество воды. Соответственно, это 2 десятые моль. Все суперклассно. Давайте теперь переходить к следующему пункту. Значит, следующий пункт состоит в том, что мы должны проверить наличие атомов кислорода в веществе. Как мы его проверяем? Логика следующая. Если я беру наше вещество, и в нем потенциально есть кислород, то я найду массу углерода, именно атомов углерода. Я знаю количество, я могу умножить на малярную массу. У меня есть масса атомов углерода. Знаю массу атомов водорода. И если я перейду к условию задания, то у нас 3,4 граммов нашего вещества. То есть, если все вещество весит 3,4, и я от этого 3,4 отниму массу углерода, массу водорода, и у меня после этого вычитания что-то останется, то вот то, что осталось, это и есть кислород. Давайте я это запишу. Значит, масса кислорода, это масса вещества, минус масса углерода, минус масса водорода. Значит, перехожу теперь к вычислениям. Смотрите, 3,4 минус. Мы отдельно массу не искали, я могу ее прямо здесь найти. Значит, как я ее найду? Количество умножено малярную массу. То есть, 0,2 умножу на 12. Это как раз масса углерода. И минус 0,2 умножить на 1. Это масса водорода. То есть, количество 0,2 умножу на малярную массу. У углерода 12, водорода 1. Все, давайте тогда красиво это перепишу. 3,4 минус 2,4 и минус 0,2. То есть, здесь получается 0,8. Это я посчитал устно. Давайте попробую не устно. Хотя нет, тут устно считается легко. Да, тут 0,8 грамма. Все, значит, у нас какое-то ненулевое значение получилось. Значит, в нашем веществе есть кислород. Все, он присутствует. И здесь, обратите внимание, очень важно проверять наличие атомов кислорода. Даже если вы уверены, что у вас нет атомов кислорода в вашем веществе, вам нужно показать эту проверку, иначе вам снимут балл за расчеты. Да, значит, теперь ищу количество. Значит, количество – это масса кислорода на малярную массу кислорода. Значит, это 0,8 на 16. И сколько же я получаю? Я получаю 0,05 моль. Все, теперь у нас есть количество атомов кислорода, количество атомов углерода-водорода. Теперь я перехожу к следующему пункту. Непосредственно соотношение между найденными количествами в целых числах представлю. Значит, количество углерода относится к количеству водорода. Количество кислорода, как 0,2 к 0,2 к 0,05. Значит, здесь получается, если я поделю все три числа на наименьшее, получается 4,4 к 1. То есть формула нашего вещества предположительно C4H4O. Сомневаюсь, что это конкретно оно, потому что, смотрите, наше вещество реагирует с раствором гидроксида лития при нагревании, из-за чего образуются спирт и соль, причем кислотный остаток которой содержит целых 7 атомов углерода. У нас в веществе только 4, как мы получим здесь 7, во-первых. Во-вторых, немного химических знаний вспомним. Смотрите, когда у нас какое-то вещество взаимодействует с щелочью, и мы получаем спирт и соль, соль, то есть что-то производное от кислоты, делаем вывод, что это у нас сложный эфир. А что такое сложный эфир? А сложный эфир – это, по сути, производное от карбоновой кислоты. В карбоновой кислоте у нас есть какой-то радикал, какой-то радикал, какая-то карбоксильная группа и водород, атом водорода. В сложных эфирах вместо атома водорода какой-то другой углеводородный радикал. То есть в сложных эфирах у нас как минимум два атома кислорода, поэтому тут давайте я уж просто возьму и все свои индексы удвою. И тогда я получаю С8H8O2. Но вот это уже больше похоже на правду. И в целом здесь больше, чем 7 атомов углерода, то есть нам хватит на какой-то кислотный остаток 7 атомами углерода. Все, давайте тогда запишем, что молекулярная формула С8H8O2. Ну и тогда перейду к структурной формуле. Значит, структурная формула. Давайте вот представим С8H8O2. Ага. Значит, у нас есть вот эта карбоксильная группа, раз уж это сложный эфир. Ну вот предположили. Значит, было 8 углеродов, стало 7. Было 8 водородов, стало 8. И здесь уже все, все кислороды мы использовали. Значит, на что нужно обратить внимание? Смотрите, когда наш сложный эфир... Давайте вот здесь вот напишу. Когда наш сложный эфир вступил в реакцию с гидроксидом лития, то если записать это в общем виде, ситуация следующая. Мы получаем какую-то соль. То есть, какую-то соль лития и карбоновой кислоты. Плюс какой-то спирт. Все, спирт у нас есть. И обратите внимание, мы просто... Вот здесь разбили на две части наш сложный эфир. И у нас все вот эти вот 8 атомов углерода разбились кто куда. Если в составе кислотного остатка у нас 7 атомов углерода, то тогда куда пошел 8? 8 пошел в спирт. Значит, в спирте у нас 1 атом углерода. А какой спирт с одним атомом углерода я помню? Метиловый. Значит, у нас вот этот радикал со штрихом, это просто CH3. Давайте я попробую его. Ну, я его уже здесь написал. Теперь давайте разберемся с тем, какой у нас радикал в составе кислотного остатка. Значит, 7 углеродов у нас было. 1 я уже записал, получается 6. И 8 водородов было, 3 записал, получается 5. О мой бог, C6H5. У нас опять бензольное кольцо в составе. Все, я его дописываю. И вот наша структурная формула. Структурная формула нашего органического вещества. Нам загадали метилбензоат. И здесь, опять же, напоминаю о том, что нам нужно здесь записать лишь структурную формулу. Без всяких пояснений, почему конкретно она такая. То есть, если вы в чистовике просто напишите вот формулу этого вещества, все, вы получите за это балл. Вот объяснять, почему там 7 и остается 1 от 8. И почему вы выбрали именно это, не нужно. Чтобы получить третий балл, давайте мы напишем уравнение реакции. Нам нужно написать уравнение реакции вещества А с раствором гидроксида лития, при нагревании. Давайте так и сделаем. Значит, наше вещество, мы уже практически записали это уравнение, но в общем виде, теперь уже непосредственно с нашим сложным эфиром. Значит, когда сложный эфир взаимодействует с гидроксидом лития при нагревании, протекает щелочной гидролиз, реакция щелочного гидролиза. Мы получаем соль бензойной кислоты и бензо от лития. Вот как раз кислотный остаток содержит 7 атомов углерода, 1 в карбактильной группе, 6 в радикали. И спирт одноатомный. Нам же сказали, что он одноатомный. Вот, одноатомный спирт означает, что у нас одна OH-группа. Не то, что один атом углерода, а просто одна OH-группа. Вот, но тут чисто совпало, что тут один атом углерода. Так получается. И все. Сами по себе коэффициенты расставлены, поэтому париться нам не нужно. Еще один балл мы получили. То есть давайте определимся, чем отличаются два типа задания. Отличаются самыми первыми расчетами. Когда речь идет про продукты сгорания, мы просто ищем количество продуктов сгорания. Из них ищем количество атома в веществе. Дальше не забываем найти кислород, если вдруг он там есть. То есть сделать проверку по кислороду, так называемую. И уже из некрасивых индексов сделать красивые. Некрасивые индексы это моли. Красивые индексы это то, что мы получаем с помощью математики. Что касается процентного содержания, то нам даются проценты. Мы проценты филигранно превращаем в граммы. Через слово пусть. После этого мы ищем количество атомов. И уже также составляем соотношение, чтобы из некрасивых индексов получить красивые. То есть единственное, где мы подробно пишем, это расчеты. Когда речь идет про структурную формулу, про уравнение реакции, мы уже не поясняем, почему оно у нас конкретно такое. Все. Значит, это основной алгоритм решения для любого задания 33, для любого его типа. А как раз на ЕГЭ встретится только два типа, либо через процентное содержание соотношения. По-другому, либо через продукты сгорания. Вот. На этом я заканчиваю свой урок. Если вам понравилось это занятие, не забывайте ставить лайки, писать в комментариях, что бы еще хотели в таком формате разобрать. Ну и также не могу не сказать о том, что у меня идет набор на подготовку к ЕГЭ по химии на моем основном курсе. Я на нем подготовил кучу стабальников. Больше тысячи ребят сдали со мной экзамен на 90+. Сам преподаю я седьмой год. Сдал ЕГЭ по химии на соточку. Еще пересдавал его на 99. Вот как раз глупую ошибку в 33-м задании сделал, но я там не до конца дописал уравнение в чистовик. Из-за этого балл потерял. Вот. Поэтому тут еще есть ваша внимательность по работе, потому что знаю, знаю, каково это обидно потерять свой балл и не достичь сотки. Вот. Плюс мои курсы рекомендуют Министерство просвещения. Они включены в перечень электронно-образовательных ресурсов. Поэтому, если вы хотите готовиться со мной, то это то, что вам нужно. Вы можете отсканировать QR-код, либо перейти по ссылочке в описании, чтобы уточнить все подробности того, что мы сейчас проходим на моем курсе. Либо в Телеграме написать моим помощникам, либо в социальной сети ВКонтакте. На этом я заканчиваю свой разговор. На связи был ваш препод по химии Богдан Чагин. Встретимся в следующих роликах, на моих открытых занятиях, на этих площадках, а также в моем Телеграм-канале, который называется просто Богдан Чагин. Тоже ссылочку на него можете найти в описании. Ну и, например, приходить туда каждые выходные, разбирать какую-то тему. Вот. Ну и также жду на своих занятиях на курсе. Все, друзья. Всем пока-пока-пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok